Несколько слов по поводу перевода короля Якова. Не знаю, известно ли вам, но на Западе существует очень много англоязычных переводов Библии. Один из этих переводов, практически чуть ли не самый первый, который был сделан по указанию английского короля Якова в 1611 году, занимает совершенно особенное место в этом ряду. Это старый перевод, считается надежный перевод, который многие пользуются. И хотя у него такой же архаичный язык, как в нашем синодальном переводе, многие люди любят его именно за то, что он такой традиционный. Многие стихи звучат очень привычным образом. Его часто цитируют во всяких официальных источниках и во всяких книжках, издаваемых на английском языке. Интересно, что мормоны сегодня отказываются пользоваться любым переводом Библии на английском языке, кроме перевода короля Якова. Они считают, что именно перевод короля Якова изо всех переводов, которые все являются искаженными, является наименее искаженным, наиболее приближенным хотя бы к тому, чем слово Божие должно быть в действительности. В 1979 году церковь мормонов издала специальное издание Библии короля Якова со справочным аппаратом, который связывает Библию со всеми остальными образцовыми трудами. То есть со ссылками на книгу Мормона, на учение Завета, на драгоценную жемчужину. Это издание включает в себя сотни постраничных примечаний, взятых из перевода Джозефа Смита, того перевода Библии, который мормонская церковь окончательно не признала. А также приложение объемов 17 страниц, с которым есть цитаты из перевода Джозефа Смита. Полностью перевод никогда не был принят, но вот в это издание перевода короля Якова содержатся из него отрывки. Чем мормоны объясняют выбор именно перевода короля Якова? Они говорят, что этим переводом пользовался Джозеф Смит и все последующие лидеры церкви. Они говорят, что именно этот перевод чаще всего цитируется в мормонской литературе. И наиболее принципиальный довод в пользу короля Якова заключается в том, что авторы этого перевода якобы наиболее уважительно относились к содержанию писания. Советник президента мормонской церкви Рубин Кларк, ко мнению которого мормоны относились с очень большим уважением, назвал перевод короля Якова лучшим переводом изо всех когда-либо сделанных. Проблема в том, что на самом деле перевод короля Якова уже совершенно устарел. Потому что он был сделан 400 лет назад, 1611 год. За это время была найдена масса новых рукописей, греческих, прежде всего, но и рукописи на других языках. И поэтому сейчас мы имеем более хорошее представление о греческом тексте Нового Завета, чем имели авторы этого перевода. И сегодня в современных переводах исправлены многие ошибки, которые допустили авторы перевода короля Якова. Более того, интересно, что некоторые свои учения мормоны строят как раз на тех специфических выражениях, которые присутствуют в устарелом языке Библии короля Якова. Ни на одном современном переводе это учение построить невозможно, потому что уже и значение слов изменилось, и само представление наше о значении греческого текста, оно очень сильно со временем изменилось. Но есть и еще одна причина, почему мормоны используют перевод короля Якова. Совершенно уникальная причина, удивительная история в мормонской церкви. Дело в том, что по легенде, когда Бог дал Джозефу Смиту золотые листы, на которых была написана книга Мормона, в этих золотых листах содержались цитаты из Библии. Цитаты прямые целыми книгами или целыми главами из Ветхого Завета и какие-то отдельные цитаты из Нового Завета. И когда мы с вами находим эти фразы, внесенные в английский текст книги Мормона, эти фразы написаны прекрасным языком Библии короля Якова. Книга, которая была якобы написана в течение первых нескольких сот лет после Рождества Христова, после перевода оказалась в некоторых местах точной цитатой английского перевода, написанного в 1611 году. Более того, Джозеф Смит настолько плохо себе представлял, что представляет собой английский текст, что он скопировал себе в книгу Мормона не только библейский текст в переводе короля Якова, но и те слова, набранные курсивом, которые были добавлены переводчиками для связи слов. То есть, мы сегодня знаем, что Смит просто брал Библию короля Якова и копировал оттуда какие-то места в книгу Мормона для того, чтобы показать, что Бог якобы давал людям, жившим в Америке, те же самые откровения, которые получали люди, жившие в Новом Свете. Но на самом деле это чистая копия, которая ничего не доказывает. Более того, интересно, что в ряде мест, когда точная копия Смита по тем или иным причинам не устраивала, он аккуратно ее подправлял, убирая оттуда слова, которые казались ему лишними. Все остальное оставляя так, как оно должно было быть. Но мы к этому еще вернемся. Ну и теперь давайте несколько слов по поводу перевода Джозефа Смита, то есть тот перевод, который сам Смит создал. Апостол Мормонской Церкви Джеймс Телмэдж писал «Не будет и не может быть никогда абсолютно надежного перевода этих и любых других писаний, если только он не будет осуществлен через дар перевода, как одно из благословений Святого Духа». То есть, человек своими силами не может сделать совершенный перевод. Что на самом деле очень сомнительно. Но, тем не менее, они так говорят. Однако, в июне 1830 года Джозеф Смит якобы получил откровение от Бога, согласно которому он должен начать работать над собственным переводом Библии. И в этом сообщении звучало... Сообщение, которое он написал по этому поводу, звучало так. С началом восстановления должна была появиться новая редакция английской Библии, сделанная не ученым, но пророком. Она должна была основываться не на древней рукописи, а на прямом откровении от того же Господа, который изначально дал Библию. Она должна была появиться по повелению Господа, а не по требованию земного монарха или папы. Эта редакция должна была представлять собой богодухновенный вариант Библии короля Якова. Божественное восстановление древнего библейского знания. Пророк Джозеф Смит сделал свой перевод в период с 1830 по 1844 год. И на самом деле из истории Мормонской церкви мы знаем, что Смит работал над этим переводом. Он его закончил, объявил о том, что перевод закончил и отложил его до лучших времен. Поскольку Смит не знал древних языков, он не знал ни греческого, ни еврейского, он плохо знал даже родной английский, если уж на то пошло. В его писаниях есть масса ошибок. Он утверждал, что текст нового перевода был полностью записан под диктовку свыше. Его перевод не был сделан обычным для ученого образом, но был дан в откровении при использовании одного лишь английского текста. Он не оставил описание процесса, но судя по всему он читал текст Библии короля Якова и диктовал секретарю отредактированный вариант. Грубо говоря, сидел секретарь, который записывал под диктовку. Джозеф Смит держал перед собой вариант Библии короля Якова и просто голосом диктовал исправленный текст. Так как ему казалось правильным. Без сверки с оригинальными рукопсями, без сверки с какими-либо научными трудами. Просто повинуясь якобы откровению свыше, которое он в процессе получал. В своей истории церкви Джозеф Смит записал, что он закончил перевод и редакцию Нового Завета. И запечатал ее, чтобы не открывать, пока она не прибудет всего. А в другом письме он писал, что сегодня мы закончили перевод писаний, за что мы воздаем благодарность нашему небесному Отцу. Откровения, которые были якобы даны Джозефу Смиту свыше и были записаны в другой священной книге мормонов «Учение и Заветы», также свидетельствуют о том, что Смит закончил работу над текстом. Например, 10 января 1832 года Бог якобы повелевает Джозефу Смиту продолжать работу по переводу, пока она не будет закончена. 6 мая 1833 года Бог якобы вновь призывает Смита поспешить перевести священные писания «Мои» и в тот же день дает указание о постройке в городе Кёртланд типографии для печатания переводов священных писаний «Моих». В откровении от 23 апреля 1834 года Бог якобы поясняет, что назначил адресатов этого откровения управителями церкви, чтобы напечатать слова «Мои» полноту священных писаний «Моих». Если уже шла речь о печатании этого текста, значит, он, видимо, уже был готов. Однако все эти повеления остались невыполненными, что само по себе интересно. Бог повелевает людям построить типографию, чтобы печатать его писания. Однако буквально в том же году, когда все это должно было происходить, в 1838 году, мормонам пришлось бежать из города Кёртланд, потому что их оттуда просто выгнали. И затем они убежали еще дальше, в штат Иллинойс, и повеление построить типографию и печатать там писания так и осталось невыполнено. Бог повелевает человеку, человек этого не выполняет. Уже там, в Иллинойсе, в городе Наву, Бог якобы снова повторяет указания в откровении, датированном 19 января 1841 года, повелев видному мормону Уильяму Лоу издавать новый перевод святого слова моего жителям земли. Из чего мы делаем вывод, что на самом деле перевод был закончен. Однако удивительно и то, что по окончании гонений, когда мормоны уже добрались до штата Юта, когда они уже там обустроились, когда уже церковь начала жить нормальной жизнью, это якобы данное Богом откровение об издании нового перевода так и не было выполнено. То есть с момента, когда Бог якобы дал Смиту откровение об этом переводе, прошло уже 20 с копейками лет. И уже неоднократно было повторено, что они должны построить типографию и издавать перевод. Уже шли 50-е годы, а книга так и не была издана. До сегодняшнего дня мормоны опубликовали только отрывки из этого перевода в своем издании 1979 года. Полностью церковь мормонов никогда этот перевод так и не издала, вопреки всем указаниям, которые Бог якобы им давал. Однако, в свое время, когда мормоны уходили на запад, в штат Юта, мормонская церковь разделилась на две части. Одна часть пошла за Бригамом Янгом, а вторая часть пошла за кровными потомками Джозефа Смита и осталась на месте в штатах Иллинойс и Миссури. Вот эта вторая часть, которая раньше называлась реорганизованной церковью Иисуса Христа святых последних дней, и сейчас она известна под названием Община Христова, The Community of Christ, Вот эта вторая Раскольническая община, она издала перевод Джозефа Смита полностью. И поэтому сегодня мы можем физически подержать в руках этот текст и посмотреть, что же там на самом деле было написано, для того, чтобы убедиться в том, насколько Джозеф Смит был хорошим переводчиком. Официально церковь мормонов объясняет свое нежелание публиковать перевод Джозефа Смита полностью тем, что Смит якобы продолжал работу над переводом до самой смерти, но так ее не закончил. Однако согласиться с этим доводом означает согласиться с тем, что бог мормонов попросту махнул рукой на повеление, которое он дал Смиту, начать и закончить перевод этой рукописи. Более того, интересно, что ни один из 15 преемников Смита, пророков, которые имели такую же силу, такую же власть, не закончил эту работу, хотя и не имели все необходимые для этого полномочия. Перевод Джозефа Смита так и не был издан. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Более прозаичное объяснение того, почему церковь мормонов не приняла перевод Джозефа Смита, заключается в том, что вдова Смита, пережившая его убийство, отказалась отдать рукопись перевода эмиссарам Бригама Янг. То есть, рукопись перевода Смита так и осталась в штате Миссури, Ленойс, когда все мормоны оттуда ушли. И в 1866 году потом передала эту рукопись одному из скромных потомков Смита, которые возглавили вот ту самую отколовшуюся, реорганизованную церковь из Христа Святых последних дней. Бригам Янг, видимо, чтобы сохранить лицо, заявил, что Библия достаточно хороша, такой, какая она есть. И с тех самых пор мормонская церковь вынуждена так или иначе поддерживать точку зрения, чтобы не потерять лицо. Отличие перевода Джозефа Смита от нашего текста Писания огромное. Вот что по этому поводу пишет один из самих мормонов, которые занимались исследованием этого текста. Этот труд отличается от перевода короля Якова по меньшей мере в 3410 стихах и состоит из добавлений, удалений, перестановок и прочих изменений, в результате которых он отличается не только от Библии короля Якова, но и от других библейских текстов. Масштаб изменений колеблется от мелких деталей до полностью воссозданных глав. Джозеф Смит внес обширные исправления и добавления в книги Бытие, Исход, Псалтирь, Исаии, Матфея, Луки, Римлянам, Первое Коринфянам, Галатам, Евреям, Иакова, Второе Петра и Откровения. Кроме того, он сделал много правок в писаниях ветхозаветных пророков, а также в Марка, Иоанна, Деяниях и нескольких посланиях. Он ничего не изменил в книгах Руфь, Ездры, Есфир, Экклезиаст, Плач Еремея, Авида, Михея, Вакумас, Афония, Агея, Малахии, Филимона, Второе Иоанна и Третье Иоанна. Он внес некоторые исправления во все остальные книги Библии и отверг песню песней, как не являющейся богодухновенным писанием. То есть, на самом деле, перевод Джозефа Смита отличается от нашего с вами текста писания очень-очень-очень серьезно. Представление о характере этих различий можно получить, сравнив отрывки, которые включены в драгоценную жемчужину. Там приводятся тексты из книги Бытие и книги Матфея в переводе Джозефа Смита с соответствующими главами нашей книги Бытия и нашего Евангелия от Матфея. Даже поверхностное сравнение показывает, что Джозеф Смит не просто исправлял текст, но еще и вставлял целые куски в этот текст, которые ему казались правильными, которые он считал нужными. Вот несколько примеров того, как Джозеф Смит менял текст Писания. Евангелие от Иоанна 1.1 в переводе Джозефа Смита. Вначале было Евангелие, проповеданное через сына. И Евангелие было словом, и слово было у сына, и сын был с Богом, и сын был от Бога. Евангелие от Иоанна 1.4 в переводе Джозефа Смита. В нем было Евангелие, и Евангелие была жизнь, и жизнь была свет человеков. В оригинале в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Первое послание Иоанна, 4 глава, 12 стих. В переводе Джозефа Смита. Бога не видел никто никогда, кроме тех, кто верует. А Смиту нужно было как-то объяснить, почему он видел Бога Отца. И этот стих как раз послужил этому хорошим оправданием. Послание к римлянам, 4 глава, 16 стих. В переводе Джозефа Смита. Итак, вы оправдываетесь от веры и дел по милости, чтобы обетование было не приложено для всех потомков. Не только от веры, но от веры и дел. Ни одно из изменений, которые Смит внес в библейский текст, не имеет прецедента в библейских рукописях. С другой стороны, Смит оставил в неприкосновенности некоторые места перевода короля Якова, которые однозначно являются более поздними вставками. Он их не удалил, не исправил и не привел в соответствие с ранними манускриптовами. Например, он ничего не изменил в Евангелии от Марка, 16 глава, с 9 по 20 стих. Длинное окончание Евангелия от Марка, которое нет в ранних рукописях. Он оставил в своем тексте 1 Иоанна 5, 7. «Сие три свидетельствует на небе, отец, сына, дух святой, сие три, суть едина», который появляется в рукописях только начиная с 4 столетия, и то только в латинском тексте. Он оставил в покое послание к римлянам 8 главу 1 стих, где в ранних манускриптах отсутствует половина того текста, который есть в переводе короля Якова. И оставил в неприкосновенности 1 послание Тимофею 3, 16, которое звучит иначе в ранних рукописях. В нашем переводе, как и в поздних рукописях сказано, «Бог явился во плоти, прославлива народу», и так далее. В ранних рукописях сказано не «Бог явился», а «Он явился». В переводе Джозефа Смита все осталось так, как в более поздних рукописях. То есть, на самом деле, поправки Смита не имеют никакого отношения к текстологической истории Писания. Это все исключительно продукт его воображения. Любопытно и то, что даже после всех изменений, которые Смит внес в текст Писания, текст перевода Джозефа Смита по-прежнему противоречит ряду современных учений мормонов, о которых мы потом еще будем с вами говорить. Ну и, наконец, очень важный момент. В книге Откровения содержится проклятие каждому человеку, который что-то добавит или что-то убавит от слов пророчества книги Сей. Книга Откровения, 22 глава, с 18 по 19 стих. «Свелиствую всякому слышащему слова пророчества книги Сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге Сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества Сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге Сей». В ответ мормоны обычно говорят, что книга Откровения была не последней книгой, которая была написана, а, скажем, послания Иоанна были написаны еще позже книги Откровения. То есть это относится, проклятие, только к книге Откровения. Только к тому, кто добавляет что-то к книге Откровения. Но их в данном случае это не спасает, потому что Джозеф Смит внес поправки и в текст книги Откровения тоже. То есть к нему это проклятие относится в полной мере. Продолжение следует... Продолжение следует...